Виталий, приветствую тебя! Традиционно первая встреча для недели. В понедельник мы с тобой совместным эфиром ее открываем и традиционно смотрим на рыночные возможности с технической точки зрения и с позиции фундаментального фона. Мы даем вам, друзья, подсказки, именно на что стоит обратить внимание, где, по нашему мнению, скрываются локальные возможности, которые можно использовать. Виталий, первое, что хочется спросить, поскольку мы начинаем с этой недели, как тебе торговая сессия в пятницу? Именно вот эти безумные распродажи, которые случились, особенно рынок нефти, который улетел на 15% в моменте. Ты, ну, конечно же, ты следил за новостным фондом, ты все это прекрасно знаешь, но не кажется ли тебе, что там перебор был по паническим настроениям? Ну, скажем так, помнишь, мы еще с тобой на прошлой неделе обсуждали, что на рынке есть два момента. Первый – это графический. Если рисуется какой-то паттерн, то новости, которые выйдут, они являются только триггером какого-то определенного движения. То есть вот на прошлой неделе я говорил, что рассматриваю снижение по нефти, да, еще даже не только на прошлой неделе, на позапрошлой, что я за шорт по данному инструменту. И по S&P 500 аналогично, и по Dow Jones, что я вижу там шорты, сформировались неплохие паттерны, там еще плюс дивергенция была по S&P 500. И вот эта новость, которая вышла в пятницу по Omicron, что-то, знаешь, они уже, я думал, будет это было, что у нас было, какой там штамп был, Delta, да, я думал, будет какой-то Lambda, 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 что-то в этом роде, да. Ну, такое название с этих трансформеров что-то придумали. Ну, это был как триггер, да, то есть там была плюс низкая ликвидность, крупные трейдеры были на отдыхе, ну и ожидаемо пролили. То, что такой большой пролив по нефти, 10 долларов, да, там это около 15%, как ты сказал. Ну, такое иногда бывает, да, когда засаживают и даже не помогают покупки от маржинальных зон, да, то есть вот в таком формате. И помнишь еще, ну, наверное, ты читал книгу Насиба Талеба «Черный лебедь» или не читал, но знаешь суть его в том, что он, скажем, вот такие вещи, которые происходят на рынке, он называет это черным лебедем, да, то есть это неожидаемое какое-то действие, да. То есть это для него неожидаемое, потому что это пришло, да, как для большинства, вот, нашли новый штамп и все. А для некоторых, скажем, они видят то, что, возможно, такое произойдет, как, допустим, по S&P 500, ну, то, что было на прошлой неделе, это такое небольшое движение, да, но, допустим, тот же прошлый год, 2020, когда S&P 500 упал на 30%, это достаточно большое движение, да, оно было ожидаемое, там рынок был перекуплен, мы еще с 2019 года делали с тобой разбор рынка, я там много раз показывал картинки по, скажем, перекупленности в формате все трейдеры, которые крупные были на рынке, они только покупали S&P 500 и сантимент на рынке показывал, что стоит ожидать коррекцию. То же самое сейчас, да, есть определенные признаки, плюс, да, рынок там растет за счет печатания денег, но рано или поздно, мы думаем, это закончится, и там, этот черный лебедь, он ожидаемый. Ну, да, по поводу того, что на финансовых рынках иногда случаются вещи, в том числе и по масштабной динамике, которую трудно спрогнозировать, что она должна наступить в моменте, ну, вот, может быть, по этому рынок так и интересен, друзья, потому что до самого конца, последнего момента, мы не знаем, куда может быть такой импульсный рывок, вверх или вниз. Ну, конечно же, как же сильно мы радуемся, когда оказываемся в верном направлении рынка, когда такое происходит. В целом, возвращаясь к новостному фону, действительно, новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Южной Африке, сейчас уже, я думаю, можно говорить о его проникновении в практически всю мировую экономику из-за именно туристического потока и так далее. Сейчас, я думаю, пару дней, и нужно будет постараться найти вообще регион, где они будут выявлены хотя бы несколько случаев этого нового штамма. Есть то, что есть. Конечно же, новый вариант штамма, который еще приправляются сейчас именно таким фоном, что он устойчив к вакцинам, он разрушительный для любого иммунитета, это повысило вот этот накал страстей и спровоцировало панику, тем более, что экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения, кстати говоря, они обозначили статус этого нового штампа как вызывающее опасение. Формулировка мягкая на самом деле, но если, друзья, вы будете вдаваться в подробности и вообще разберетесь, какие есть формулировки официальные от Всемирной организации здравоохранения, то окажется, что у такой, вроде бы как на первый взгляд нейтральной формулировки, за ней скрывается самый высокий статус угрозы, потому что у Всемирной организации здравоохранения есть, как бы, первый, по-моему, уровень, когда они следят, второй, который вызывает внимание, и третий, вот, вызывает опасения. В общем, посмотрим, конечно же, что будет дальше, но очень не хочется увидеть повторение ситуации уже далекого 2020 года, когда, в принципе, все так и начиналось. Сначала пролив на 3-5%, а потом паника сделала свое грязное дело, и в итоге, как Виталий сказал, увела фондовые рынки на 30% вниз, нефть вообще была ниже Плинтуса, отрицательные цены, все это прекрасно помнят. Ну, я думаю, конечно же, такой ситуации уже не будет, потому что, ну, хотя бы здесь нужно сделать ремарку именно на кампании по вакцинации, и пусть говорят то, что они не работают, но я думаю, что многим правительствам будет проще оправдать неготовность и нежелание возить вот эти жесткие локдауны, тем, что у нас же привито больше процентов населения, там, 78, зачем такие локдауны, ограничения. Короче, друзья. Вакцина от этого страдает, крупные корпорации от этого зарабатывают, и, скажем, ну, пока они идут в том направлении, которое они планировали уничтожить, скажем, ту часть населения этим вирусом, то есть страдают в основном старые, да, старое население, там, 60+, вот, допустим, да, а вот, и какой смысл, плюс, говорят уже, что эта вакцина неустойчивая, да, как ты уже отметил. В Японии я читал новости уже, что этот Omicron, он супер, там, угроза, так, и так далее. Ну, посмотрим, посмотрим. Действительно, мы с Виталин увидимся в важную неделю, поэтому есть возможность держать все на карандаше, держим на пульсе, друзья, и будем вам рассказывать, как, в принципе, все будет происходить дальше. По новостному фону, там, какие-нибудь интересные паттерны, которые будут поспевать под этот новостной фон. В общем, будем держать вас в курсе в целом. Ну что, давай тогда к нашим прошлым идеям и, в принципе, к тому, что изменилось непосредственно в динамике тех активов, которые анализируют. Демонстрация экрана. Ну, начнем, давай, с фондового рынка, который мы рассматриваем через инструмент S&P, инструмент широкого рынка. Сейчас котировки 4,628. Ну, собственно, закрытие прошлой недели, это вот этот мощный пролив, друзья, с отметки 4,700 до уровня, там, примерно, 4,550 практически. Сейчас по локальному выкупили 4,628 пунктов. Индекс S&P – это, конечно же, один из эталонов в отношении к риску, поэтому, если вы сторонники, ну, или вы, друзья, все-таки согласны с идеей того, что очень высокая сейчас неопределенность того, что с рынком будет дальше, то в такой связи, конечно же, вам лучше сейчас не лезть в фондовый рынок, потому что, если будет все-таки развиваться событие по самому плохому сценарию, когда именно в преддверии именно рождественских праздников участится количество выявленных случаев нового штамба, это даже не просто жесткие ограничения, это локдауны, какие мы видели в Австрии уже с прошлого недели. Все это может быть. Все зависит от того, как быстро будет распространяться этот вирус и какие меры будут приниматься для того, чтобы его сдержать. Но S&P – это, конечно же, сейчас на фоне таких распродаж не лучший инструмент, чтобы вообще находиться в фондовых рынках. Я рекомендую, друзья, даже если у вас есть длинные позиции, надеюсь, что они с уровней гораздо ниже текущих значений, может быть, имеет смысл даже сделать как нахвысь. Так, в прошлый раз я также рассматривал золото, в частности, рекомендовал шортить там с уровней, которые были актуальны на время нашего стопа. Но стоп поставил примерно 1800 с копейками. Сделка была закрыта по стопу, но вот опять же рынок сбросили, сейчас котировки 1793. Примерно те же самые уровни, что и были в прошлую среду, когда мы с тобой обсуждали перспективы этого инструмента. Золото сейчас не пользуется вот этой мощной поддержкой, которой, по идее, могло бы пользоваться, если говорить о золоте как о защитном отселе. Сейчас участники рынка, если даже посмотреть на торговую сеть в пятницу, сделали больше ставок на американский рынок долга, на облигации, потому что доходность сразу резко снизилась, и это привело к локальной коррекции именно по американскому доллару, что было отлично заметно в пятницу. По золоту я также сейчас в таком подвешенном, неопределенном состоянии, как и по всему рынку, потому что думаю, что мало времени прошло, чтобы оценить объективность ситуации после панических распродаж в пятницу, чтобы понять, как рынок готов дальше лететь вместе с риском, либо все-таки здравомыслие, наверное, и экономическая прагматичность восторжествует, и риску еще дадут какой-то шанс. Но по золоту, если кому-то прям хочется совсем торговать, я снова делаю акцент на индекс рыночных настроений, прямо в момент открыл его, 66% трейдеров сейчас золото покупают. Можно предположить, что в связи с этим золото еще сходит ниже, и к той цели, которую ранее я обозначил, в районе отметки 1750, почему бы и нет. Так, нефть, которую мы затронули в начале эфира. У меня была сделка «Байстом» с уровнем 82, но до этого уровня мы не дотянули, и вместо роста получили 15% снижение. Потому что как только стали развивать тему новых локдаунов, тут же посыпались, опять же, авиакомпании по капитализации, можете посмотреть, опять же, топовых. Они потеряли примерно по 10-20% за одну торговую сессию и потянули с собой индексы. По рынку нефти сейчас рекомендую также в него не лезть, не в бренд, не в WTI. На этой неделе заседание ОПЕК, кстати говоря. Интересно посмотреть, какое решение будет принято, не только уже с учетом того, что нужно как-то компенсировать рост предложения за счет продажи статистических резервов, но еще важно понять, как ОПЕК будет действовать с учетом актуальной, вновь актуальной угрозы, связанной с ухудшением эпидемиологического фона. В общем, к следующему эфиру в среду, я думаю, что картина прояснится, и можно будет дать уже конкретную рекомендацию по рынку нефти. Чем я предлагаю работать дальше? Это европейская валюта, которую я в качестве рекомендации шарфил в цели 1.12. Эта цель сделана, друзья. После чего евро вырос, опять же, на факте значительного ослабления доллара. И до сих максимум 1.13.25 сейчас снова корректируется. По европейской валюте предлагаю рискованную сделку. В принципе, евро – это эталонный риск валютного рынка, поэтому ему подходит статус таких сделок. Это шартануть с текущих уровней 1.12.62, стоп поставить на максимум, который мы видели в пятницу, и ждать уже пару в районе отметки 1.11-1.11.50. Опять же, если мы и услышим о новых локдаунах, таких, как были в Австрии, это точно будут европейские страны, следующие, возможно, даже Германия. Я, честно говоря, после призывов Меркель и после того, как посмотрел на статистику сегодняшнюю пору числа заболевших за выходные в Германии, думаю, что им не избежать этой меры прямо в ближайшие дни. Если это решение будет принято, то евро, конечно же, прольют еще сильнее, чем рекомендуем воспользоваться. Виталий, слово тебе. Демонстрация пошла уже. Так, пошла, хорошо. Итак, по евро-доллару я, в принципе, с тобой согласен. Вот, кстати, заметил, вот мы с тобой общались в среду, и я говорил, что по евро-доллару стоит ожидать какую-то небольшую коррекцию, и она, в принципе, произошла даже в пятницу на том фоне, что рискованные активы все ввалились, там, нефть, S&P 500, кроме евро-доллара. То есть здесь была одна причина, в принципе, я ее называл в среду, говорил, что здесь возможно покупать, но говорил о том, что есть всего-навсего дивергенция на четырех часовиках, и не было никаких дневных паттернов, поэтому это была рискованная покупка. Она, в принципе, себя реализовала, хотя через новые минимумы, да, я с учениками там тоже разбирал этот момент, и мы неплохо сходили наверх. Поэтому это еще одно подтверждение для тех, что для тех, кто не верит в дивергенции, да. Был у нас такое на прошлой неделе одна дискуссия с одним трейдером, который не верит в эти штуки. Поэтому по евро-доллару я тоже за шорт, как-то дублирую, в принципе, эту идею. Каких-то сильных сигналов, паттернов нету. Аналогично это рискованный момент, так как мы можем как с секущих уходить, так, возможно, через какую-то коррекцию повыше по евро-доллару, да. Возможно, картинка какая-то дур рисуется более красивая, там, ближе к пятнице. В пятницу у нас нон-фарма, да. В среду будут от АДП, а в пятницу уже государственные данные, да. Но с секущих аналогично можно шортить, стоп за хай, если будут новые хайи, там искать тоже точки входа на шорт, так как есть куда падать по данному инструменту. Плюс фундамент против евро-доллара. Дальше. Что еще? Фунт-доллар. Аналогично евро-доллару я тоже за шорт. Все, что пока ниже уровня 1.3350, возможно, рассматривать на снижение с текущих, там, со стоп-лоссом в районе 1.3380. Посмотрим, будет ли падать с текущих или набирать какие-то обороты до накопления до пятницы. Дальше. По нефти, как я уже говорил, здесь были неплохие точки входа на шорт, уровни откатные, да. Основная цель, как я уже говорил, это импульсы, которые были ранее формировались. Вот видно, вот если взять за последний месяц торговли по нефти, там, марки Brent или Light, мы ранее уже сломили восходящий тренд, и мы торговались ниже данного тренда, трендовой линии. Здесь было видно сильные импульсы вниз, они показывали на то, что, скорее всего, снижение продолжится. На текущий момент по нефти вне рынка, то есть, ну, каких-то новых точек я не вижу, посмотрим, какое здесь будет накопление, и, возможно, ближе там к четвергу, пятнице мы накопимся и дальше продолжим падать вниз. То есть, нужно через накопление работать. Дальше. По биткоину еще была у меня идея на прошлой неделе, я писал, ну, говорил в среду, что я за снижение по данному инструменту. Мы, в принципе, с тех значений, которые мы обсуждали, мы показывали аналогично в пятницу падение, немножко откупили, но я дальше продолжаю видеть данный актив, пока мы ниже вот этих, так, сейчас не видно, ниже уровней 50, ну, так 60 тысяч, так скажем, да. Пока мы торгуемся ниже 60 тысяч, я за снижение по биткоину, и если мы так неплохо сегодня закроемся, какой-то пин-бар, это что-то похожее, вот данный паттерн по биткоину на нефть, да. Вот импульс, вот этот, коррекция, и дальше падать. Но если сломим 60 тысяч, то есть куда расти. Дальше по S&P 500 аналогично, как и нефть, хорошо пролили, и здесь проторгуемся, и дальше можно будет рассматривать снижение по данному инструменту. Тоже, я думаю, ближе к концу недели, потому что после таких больших импульсов, которые сейчас есть по нефти, по S&P 500, желательно в них дальше проторговаться, и это уже проторговка будет указывать на дальнейшие движения. Оно шартовое, или если будут формироваться какие-то паттерны в лонг, то будем уже говорить о покупках. Тот же, ну, Dow Jones тоже, я в прошлый раз говорил о шартах, здесь была даже картинка лучше. Дальше, китайский индекс. Как я уже сказал, помнишь, мы с тобой еще там несколько недель начинали, я говорил, что искал какие-то покупки, локально мы росли. На прошлой неделе я говорил, что пока нужно подождать, как мы проторгуемся на уровне, рискованно покупать, потому что S&P 500 Dow Jones я видел на шорт, плюс еще, если забегать там более 2-3 недели назад, когда я взял в оборот данный инструмент для обзора, по просьбе подписчиков на YouTube-канале, которые говорили, ну, это было адресовано тебе, скажем, Артем, почему мы не покупаем китайский индекс. Ну, я говорил, вот сравните с S&P 500, он на максимумах исторических, а вот китайский индекс на исторических минимумах, так скажем. И если акция условно падает, ее никто не откупает, значит, она неинтересная. Вот смотрим, это недельный график, мы смотрим, мы торгуемся на минимумах 11-го года, на минимумах 15-го года и на минимумах 20-го года. Если эту штуку мы провалим, то там держатели китайских акций будут очень долго сидеть в просадке. Поэтому здесь пока никаких покупок не вижу. Плюс, кто еще обращал внимание по индексу страха, в этом месяце говорил о интересных точках на покупку. Мы торговались на достаточно сильном историческом минимуме, это в районе там 17, но за счет того, что здесь идет экспирация каждый месяц, нельзя удерживать данные сделки среднесрочно, поэтому как раз на прошлой неделе S&P 500 of Jones, я говорил своим ученикам, и смотреть на покупку, неплохо прострелили наверх. И он пока смотрится, возможно, будем пробивать там максимум, в районе там 27-28. Ну, как-то вот так. Поэтому пока с тобой солидарен по евро-доллару на снижение, будем ли мы падать с текущих, пока рискованно, но возможно, если будет какая-то более глубокая коррекция, и она будет там рисовать шарды ближе к среде или пятнице на нонфармах, буду также говорить, если будет идея. Фунт тоже за шорт, ну и пока по другим океанам, там нефть, S&P 500 ждем, каких-то проторговок, биткоин за шорт. Пока вот так. Виталий, спасибо тебе за твою точку зрения, за разбор такого большого количества инструментов. Смотрим. На рынках все интереснее и интереснее, причем декабрь еще даже не наступил, но я думаю, что под закрытие года будет очень жарко, друзья. И под конец хотелось бы напомнить вам о классических рекомендациях и риск-менеджменте. Обязательно создайте ритки, следите за загрузкой депозитов, это всегда важно. Особенно важно, когда та же самая нефть и может пройти 15% без плеча за одну торговую сессию. Вы, друзья, понимаете, все умеете считать, что это значит вообще с маржинальным торговым таком. Ну и по поводу шертов, почему я так люблю иногда шерты по инструментам, тут та же нефть, тот же S&P 500. Допустим, по S&P 500 мы там росли месяц вверх, за несколько дней мы это все сделали вниз. Поэтому там, допустим, или та же нефть, да, мы там росли достаточно долго, потом там за месяц мы хорошо упали, или тот же биткоин иногда очень хорошо проливает. Там в покупках нужно сидеть очень долго, там месяц-два-три, чтобы сделать хорошее какое-то движение, а там за неделю-две можно хорошо свалиться. Ну и есть разные стили, да, трейдеров, кто-то там любит покупать, кто-то шортить, то есть здесь нет ничего плохого, что там я там все время шерчу биткоин. Ну есть, допустим, какие-то паттерны, он может там 10-15% сходить вниз, если там взять плечо, даже небольшое, десятое, можно взять неплохое, там неплохое движение доходность получить. То есть за счет этого и есть рынок, да, кто-то покупает, кто-то продает. Если бы все покупали, рынок бы не работал так, как он работает. Согласен, согласен. Ну что, на этой ноте давай тогда завершать. Тебе, разумеется, хорошего трейда. Сегодня, завтра, в среду еще раз все актуализируем, обсудим. Спасибо тебе, Виталий. Пока. Пока. Продолжение следует...